В Нинецком округе стартовала пятая всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. В Центре развития бизнеса прошла деловая игра для студентов средних профессиональных образовательных учреждений региона. Ребятам предстояло разобраться с кейс-задачей и защитить свою позицию. Владимир Гущин и Геннадий Вокуев – студенты Нинецкого аграрно-экономического техникума. Ребята учатся по специальности экономика и бухгалтерский учет по отраслям. Именно поэтому студенты решили поучаствовать в бизнес-игре. По ее условиям, молодым людям предстояло продумать плюсы и минусы, которые получат индивидуальные предприниматели и государства при снижении налоговой ставки для бизнеса с 5 до 1%. Думали, что будет довольно скучно, как-то вяло, но на самом деле нам очень понравилось. Делились мы на две команды, доказывали, отставили свои точки зрения, нам задавали вопросы. И в связи с этим мы узнали правду какую-то, в общем, побольше узнали информации, нам понравилось. И мы хотели на самом деле, чтобы таких игр больше проводилось. Главными конкурентами студентов на это была команда из социально-гуманитарного колледжа. Несмотря на сложности в принятии решений, девушки блестяще справились с задачей. Галина Рочева признается, получить знания в игровой форме намного интереснее. Это расслабляет, во-первых. Ты не чувствуешь всей такой ответственности, что именно игра, она позволяет, так как мы еще являемся студентами, которые уже заканчивают учебное заведение. И, конечно, для нас очень интересно вообще, куда нам идти в дальнейшее плавание. Бизнес-игра проходит в рамках недели финансовой грамотности. Такая форма работы с молодежью, отмечают эксперты, дает студентам возможность проявить себя в разных ролях, которые пригодятся в будущих профессиях. Ребята, которые обучаются на финансистов, на экономистов, сейчас в техникуме и в педагогическом колледже, это будущие предприниматели, будущие управленцы нашего региона. Мы даем им такую возможность, так скажем, уже сейчас, почувствовать себя управленцем, понять, что такое управленческое решение, из чего оно состоит, и посмотреть, грубо говоря, на проблему и на решение с разных сторон. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности в регионе пройдет мероприятие не только для молодежи, но и для детей. Мы стараемся охватить как можно больше круг людей, это и молодежь, и совсем маленький, как сказала Ольга Юрьевна, детский сад у нас есть, и, допустим, студенты, школьники, учащиеся в школах, и взрослое население, которое должно повысить свою финансовую грамотность, и, по крайней мере, получить ответы на свои вопросы, и встретиться с спикерами, которые могут рассказать о том, как вести себя в быту, как защитить себя, допустим, от рисков, которые возникают в управлении финансов. Добавлю, в рамках недели финансовой грамотности запланированы различные онлайн-квесты. Один из них – «Финансовый детектив». Он пройдет 20 апреля для всех желающих. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова